Привет, ребят! Сегодня на обзоре у меня очень громкие рупора по заявке от компании Edge. Большое спасибо магазину CheckSound, Евгений предоставил для обзора данные рупора. Значит, вот такая простая обычная коробочка серого цвета, но на ней есть фотографии черно-белых самих рупоров. Значит, я говорю рупора, но на самом деле-то тут только от рупора раструб остается. В обычном понимании это не рупор, это высокочастотный драйвер. Что представляет он из себя? Сейчас я вам покажу, а сейчас немножко почитаю то, что нам пишет производитель. 6,5 дюймов он, то есть размер у него как у 16-сантиметрового динамика, 165 миллиметров диаметр у него. Неодимовый магнит он имеет, титановая диафрагма, РМС мощность 80 Вт, пиковая мощность 240 Вт. Минимальная подаваемая мощность 40 Вт, частотный диапазон от 1200 Гц до 20 кГц. В комплекте у нас гарантийный талон и сам рупор, то бишь драйвер. Выглядит эта зверюга вот так. До сравнения возьму сейчас, что у нас тут есть под рукой. Вот есть Орис ГР654. Размер не один в один прям, он скорее всего 167 миллиметров, а вот это 165. 165 ровно, ребят. Пластиковый рупор, раструб, который откручивается с драйвера. То есть вы его можете открутить. Это обыкновенный рупор. Из пластика. Четыре крепежных отверстия и тут резьба. И у вас в руках остается вот такая вещь. Его можно прям в обшивку вкрутить и останется только вот эта вещь. Но будет тише. По идее будет тише. То есть рупор он тоже кое-что дает. И с рупором что можно? Можно 16-й выкрутить и вкрутить туда вот эту штуку. Выглядит вот так. Очень круто. Очень. Очень красиво. Целая серия неонимовых магнитов. Фланцы такие расточенные. Красивый радиатор. Очень красиво все. Оранжевый цвет такой, шлифованный. Алюминий. Клеммы как будто позолоченные выглядят. Не доходят они до своего конца логического. То есть ты до конца не можешь прижать ее. Ну полтора квадрата влезет ребята. Больше не влезет. Потому что там болт торчит. Вот. Значит смотрите какой. Не знаю прощи вот это или что. Я буду отверткой нажимать. Потому что рукой не очень получается. Вот отверстие. Раз. Видите. Не доходит во-первых клемма до конца. Во-вторых там торчит резьба. Вон она. В общем полтора квадрата больше сюда не запихнете вы никак. Два. Если запихнете мой вам респект. Собран на четыре шестигранника закрученный. Плюс еще прижимные клеммы в пластиковых вставочках. Очень все красиво и аккуратно. Вызывает только положительные эмоции. Кроме вот этих вот терминалов. Во-первых он глубоко утоплен. Во-вторых болт длинноватый. Который вот крепит. Вон он болтик. Сейчас я его вкручу в стенд. И просто сравню с чем-нибудь. Из того что у меня есть. Потому что особо сравнить то не с чем. Выглядит очень круто ребята. Очень круто. Просто в руках держишь. Во-первых он весит килограмма полтора на скидку. Во-вторых выглядит очень круто. Сколько раз я повторил слово круто не знаю. Я что хочу сказать. Не каждый шестнадцати сантиметровый динамик получится им заменить. У него посадка девять с половиной сантиметров. К примеру у тех же ГРов шесть сантиметров посадка. Имейте ввиду девять с половиной сантиметров у него вот это расстояние. От конца магнита и вот до суда. Плюс еще толщина самой пластмасски миллиметров шесть. Включу и посмотрим что это такое вообще. Зверюга. Ух. Так вкручиваю я его на место реально шестнадцати сантиметрового динамика. У меня вот здесь свободная есть. Я сюда его и вкручу. Камера довольно таки далеко. Тут больше двух метров. Так что я думаю влияния никакого не будет. Вот теперь проблема. Тут же надо провода какие-то вставить. О есть у меня. Есть у меня провода. Как раз полтора квадрата. Ну полтора квадрата залазить в принципе легко. Два, два с половиной я думаю уже будет проблема ребят. Честно. Короче у него расстояние между отверстиями очень маленькое. И просто так прикрутить его не получается. Ну я постараюсь. Блин реально неудобный он. Не получается у меня просто так закрутить вместо шестнаря. В самый-самый край саморез вот этот скрутился. Этот в то где от шестнадцатого вот от такого. Вот они так у меня все время крутятся саморезами. Заметили да? Все вот так по диагонали. Вот этот в старое отверстие закрутил. Этот прям в самый край наискось. Заметили да? Заметили да? Заметили да? Быстренько скажу что я услышал. Пап. Ну что? У нас капюшка не хочет двигаться на двоих. То есть она лагает. Возьми книжку посчитай. Папа, а книжку посчитаю. Давай. Короче в двух словах. Чтобы его качнуть нужна моща. Это раз. И второе. Самых верхних частот я не услышал. Слышу я не очень уже хорошо. Но 15-16 кГц я не слышу. На такой громкости. В этих двух их слышно. То есть то что называют более воздушным звуком. Именно самые верхние частоты. Где самый прям вот этот вот звук. Он там есть. Здесь его нет. Я и не услышал. Сейчас попробую второй включить. Послушать. Ну скорее всего нет его просто. Поэтому. Я могу рекомендовать вам. Не заменять этим драйвером рупора. Ни в коем случае. Вам будет не хватать. Играет высоко. Но не настолько высоко. Как хотелось бы. Но играет довольно таки низко. Если брать относительно именно ширины пропускания. Скажем так. Играет музыка. Короче. На дальнее расстояние будет лупить шикарно. Звук довольно таки громкий. Нужна моща. Нужно резать по всем правилам. Для новичков категорически не подходит. Только для профи. Потому что здесь нужен узкий диапазон. И тогда будет все хорошо. Но. Сразу говорю. Заменить простой рупор обычный. Он не сможет. Он высоко не играет. Он играет. Захватывает среднюю часть диапазона. На верхнюю середину. И немного высоких. На слух. Килогерц до 13. Где-то. Может быть даже ниже. Врать не буду. Потому что у меня времени абсолютно не остается. На замер. Мне его нужно отдать. Сейчас. У меня нет времени. Блин. Да не. Наверное я все-таки сниму АЧХ. Ребят. Это фигня какая-то. Да начнешь меня говном кидать. Нет. Я сниму АЧХ сейчас. Это не пройдет много времени. Сейчас. Сейчас все будет. Нашел я свип. Сейчас. В общем ребят. Судя по тому что я увидел на графиках. На графике. Есть провал на 11.2 где-то. И он воспринимается ухом как такая глухота небольшая. В общем диапазоне. И еще. На верхних частотах. Там где должен играть уже пищ. Пищалка. У него идет спад плавный. У этого драйвера. Поэтому я все-таки рекомендую. Хорошие рупора к нему еще ставить. Чтобы у вас. Более-менее был. Приятный звук. С ним будет громко. Но не так. Комфортно прослушивать. Как хотелось бы. Потому что есть. Есть скажем так. Пробел. Или провал. На самых высоких частотах. Они присутствуют. Но их ухом. Очень слабо слышно. Очень. То есть. Рупор играет. Этот. Драйвер. Как. Как такая середина. Которую сильно-сильно снизу подрезали. А верхов не хватает. Прям не хватает верхов на слух. Ну. Звук крутой. Конечно. На 2-3 кГц. Я там аж зажмурился. Когда свептон идет. Это жуть какая-то. Мозг выпиливает напарь. Так что. Если надо громко. Рекомендую. Если надо. Более-менее приятно. Чтоб играло. Рупор к нему обязательно. Надеюсь. Обзор вам понравился. Если понравился. Не забывайте поставить палец вверх. И подписаться на канал. Обязательно подписка. Призываю всех подписываться. Ребят. Этим вы поддерживаете. Мое. Мое творчество. Меня зовут Артем. Это Автозвук. Своими руками. Канал на YouTube. И паблик ВКонтакте. Все ссылочки в описании. Вам желаю огромного-огромного счастья. Удачи в жизни. Громкого чистого звука. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok